Привет всем! Вы на канале Просто Детки. И сегодня у нас продолжение обзора игры Садовник. Или Остин Садовник. А наши задания какие сегодня? Выкопать яму под листву и обустроить источник. Давайте приступим. Соберите капли и найдите гномов. Все как обычно в принципе. Нам нужно 55 капель собрать и 11 гномов выкопать. Но нам будут мешать вот эти вот ящики. Но ничего, я думаю мы с ними быстро справимся. Так. Капельки. Побольше капелек. Так вот здесь по моему гном спрятался. Вот он первый у нас уже найден. А ходов пока что вроде бы как много. Поэтому можно не переживать за них. О как ящики разбиваются хорошо. Так. Вот здесь еще один гном торчит, да? Ого какой он большой. Так, ладно. Игрушка. О, ракетка. Там этих гномов целая куча. А, а то большой такой по центру. Я думал там их несколько. Так, ну только я одного успел пока вытянуть. А ходы тают. Нужно как-то, как-то... О, гомбочка. Гомбочка и ракета. Класс. Сразу получается и два гномика. Гномика получилась взять. Так, еще одна бомбочка. Почему бы ее не взорвать? Класс. Ох ты. Вот он этот мульти-пульти шар. Радужный. Па и динамит. Ничего себе. В принципе, он мне в этом месте как раз не сильно и нужно. Но вот, как видите, лишним не бывает, да? Так, вот там внизу нужно все разбить. И гномика взять. И вот сверху тут, в принципе, нужно еще персик один выбить. Так, а там вот, кстати, динамитик. Гномика еще одного взял. Осталось 10 ходов. Как-то они быстро вообще эти ходы потратились. Я даже не ожидал, честно. Так, и я не факт, что даже и успею, слушайте. Там вот гномик прям в углу. Как же с ним быть? 6 ходов всего осталось. Так, этого большого нужно убрать. И вот того маленького в углу как-то убрать. Как это сделать? Бомба туда не достанет. Осталось 3 хода. Слушайте, это как-то нехорошо получается. Бомба не достанет, точно? Нет, не достала. Зря потратил только ход. А что же делать? Лопатку взять? Давайте возьму лопатку. И выкопаю вот это вот. Вот этого гномика. А что делать? Как бы он там в углу так находился. Я сразу даже и не заметил его, что он там. В итоге не хочется лишней... Лишнюю жизнь терять, как бы. Лишнее время тратить. Поэтому пока есть лопатка есть, буду ими пользоваться. А интересно, здесь дают, как в дворецком, ну, эти лопатки там и бустеры. Ежедневные, в общем... Постараюсь выяснить. Потому что бустеры иногда выручают. Так, ну что. Давайте для начала обустроим источник. Так, какой у нас будет? Вот такой. Вот такой. Такой мне не нравится. Такой прикольный. То есть, или такой. Наверное, третий. Третий красивее. Более под штат подходит. Такой там весь зелененький. А теперь совсем другое дело, правда? И глазу приятно, и всегда умыться можно. Даже попить, наверное, воды можно тоже, да? А погодите, погодите. Про старую скамейку мы забыли. Сменить. Сменить обязательно. Тогда здесь будет полная идиллия. Так. Следующее задание. Хотя пока миссия у нас задание по одной звездочке, то это классно. Собери груши и найди гномов. Итак, собрать 50 груш и 6 гномиков откопать. Ну, начнем с грушек. Так, мне как-то все-таки выучить, как здесь бустеры образуются. О, вот две бомбочки. Думаю, это классно. А ну-ка. И сразу радужный шар тут почти заполнился, да? Круто. Так, ладно. Что-то я что-то не вижу. Нормальных ходов. Так, а может здесь что-то получится? О, бомба получилась. Отлично. Можно ее сразу разорвать, чтобы там... О, и груши. Смотрите, еще одна бомба. Ну-ка. Здорово. И вот он, мульти-пульти-шар. Ну, мне, конечно, груши нужны, но их так мало. Я не знаю. Наверное, лучше все-таки ежевит. А груши потом сами посыпятся, когда нужно, когда их много будет. Так. Ну, я бы не сказал, что что-то хорошо поменялось. Вот, опять получается бомбочка у меня. О, и там даже без всяких этих ракета взорвалась. Икс-3. И что, сразу опять у меня радужная? Я вот не пойму, как она действует. Наверное, от того, что я взрываю вот эти вот бустеры или как. А, ну-ка. Да, вот радужная. Ну, только мне же нужно как-то на грушу ее. Вот, груша. Отлично. И как раз на грушу ее направляю. 47 из 50. Круто. Так, осталось мне раскопать два гномика. Вот он у меня один здесь. А второй, а второй. Там рядом вот маленький. Нужно для него какой-то бустер ему закинуть. Чтобы он там не скучал. Так, вот он. Пятый гномик. Эх, и что же там делать? Получается, видите, я его никак не могу достать. Там листочки. А, вот листочки. Я его достал. Все. Уровень пройден. Куча ракет. Куча бомб. Так я до конца не понял, как они образуются. Бомбы научился делать. Эти ракеты тоже научился. А что-нибудь посложнее, это уже как-то пока мисс я не мог запомнить. Там нужно 6 совмещать за раз. 7 можно, да? Так, ну что ж, давайте все-таки выкопаем яму под листву, ведь мы же все-таки листья собирали. А то сейчас ветер подует, разметет здесь все. Ого, яма какая. Ну да, в принципе, в принципе, и куча у нас немаленькая. На этом месте будет правильно разбить цветник. Обязательно займусь этим завтра. А пока давайте закопаем эту листву. Собери листву, вырой яму для листвы. Ага, за рой, да, яму для листвы. В общем, куча ненужной работы. Так, получить лимонад, ясно. Ага, нам нужно сначала ящики тебя разбить внизу. Ну-ну. Так. Начнем с... О, бомбочка, класс. И ракета. Так, и еще бомбочка. Супер. А если с ракетой ее совместить, получится большой бум. И радужный шар, да? Можно еще раз так сделать. У-у-у-у. И еще он почти радужный шар есть. Так, ладно, пока направлю радужный шар на листочки. Потому что других нормальных ходов нет. О, тротил образовался. Откуда он там взялся? А ну-ка. Ух ты, потрясающе, да? Еще два радужных шара. Даже такое может быть. Ничего себе. Ладно, груши. Где вы, груши? О, бомба. Одна, вторая, третья. Класс. Кстати, вот уже два напитка. Два лимонада я выбил. И сейчас третья, думаю, без проблем опущу. Да, я понял. То есть нужно собирать как можно больше бустеров. Тогда образуется радужный шар. И, соответственно, наполняется он очень быстро. Вот видите, за счет них я как бы тут и выиграл. Вообще почти без проблем. Еще куча ходу осталось. Сейчас, может быть, денежек насыпят кучу. Хотя, конечно, я размечтался. Денег тут почему-то мало пока дают. Зато красиво все взрывается. Отведение, в принципе, неплохо. Но я думаю, это столько оставшихся ходов. Так, бустер разблокирован. Ага, вот, наконец-то. Радужная молния это разблокировано. Ну, я его называю радужный шар. Так, закапываем листву. Ну, как и не было ямой и листвы, да? Мне хочется поскорее уже дом на дереве построить. Но это будет, наверное, еще не скоро. Что-то я утомился. Зато какая чистота вокруг. А почему вы на меня так странно смотрите? Ох, мои руки. Только не говорите, что у меня то же самое с лицом. Какой позор для приличного дворецкого. Ну, ты же не дворецкий. Ты же этот садовник, да? Хоть сам умылся. Не потребовался на звезду, да? Давайте сделаем вид, что ничего не произошло. А, кстати, вас не успокоит наш забор. Похоже, самое время заняться его ремонтом. По-моему, самое время заняться здесь всем. А, починиться забор, это что, за 5 минут? Это что значит? Я просто не пойму, такого я не видел. Используйте бесплатный бустер и начните уровень с радужной молнией. Попробую пока мисс раз без нее. О, да, конечно, лучше бы с ней было, потому что здесь сложно, скорее всего. О, бомбочка вначале. Бомбочка меня, конечно, должна выручить. Так, половину радужного шара Сразу выбило. Не, не половину, третью часть. Вот еще бомбочка. И вот две бомбочки. Сейчас должны мне дать радужный шар, да? Вот. Не обязательно мне даже было его, скажем так, в начале использовать. Но мне пока его использовать, как бы, вообще смысла нет. Мало очень. Ладно. Использую сюда. Куда еще? Надо было на гуку, наверное. Мне просто ежевика нужна, поэтому на ежевику. Ох ты, еще одна бомбочка. И там ракета. Класс. Еще сразу шар. Обалдеть, просто. Так, ладно. Так, еще шар. Я не успеваю за ними следить, слушайте. Как они так быстро появляются. Так. Вот. Гномик один. И уже почти... Радужный шар есть, да? Так, 23 ходов еще целых у меня. А вот и бомба, кстати. Я почему-то сразу ее не увидел. Хорошо, что мне подсказали. Еще бомба. Ничего себе. Так, ну давайте я взорву тут бомбу. И у меня будет радужный шар. Теперь. Вот так вот. И вот так. Еще радужный шар. Ничего себе. Ежевика, давай, ежевика. И теперь сейчас цветочки. Ух ты. Так. Можно сделать так вот. Бомбочка. И сейчас, наверное, еще один раз ружный шар получу. И куда его направить? Нагрушки. Ожевите, много. О, динамит целый. Ничего себе. Куча бустеров. Давайте я попробую взорвать. О. Сразу радужный шар еще. И еще бомба. Это просто прелесть. Так, ну мне как-то нужно вот последнего этого гномика. И вот это я делаю, да? Неплохо. Я, по-моему, когда начинаю разыгрываться, то все становится понятным. А вот когда после дворецкого первый раз там или второй записываюсь, именно в садовника, то тяжело сориентироваться. Надо чаще записывать. Тем более, что вы просите, как бы. Некоторые хвастаются вообще там какими-то уровнями нереальными по прохождению. Получается, все-таки, тогда садовник проще. Как пока мести уровней вот идут, пока сложных нет. Так, ну, давайте установим... А, нам забор нужно починить. А что ж, пять минут. Это, наверное, нам будет чиниться столько времени, да? Или как? В общем, сейчас узнаю. Найдите гномов. А сколько их найти нужно? Ага, тринадцать гномиков нужно найти. Так, ну только что-то. О, бомбочка, хорошо. И ракету сразу сделаю. И давайте так вместе взорвем, чтобы радужный шар чуть-чуть заполнился. И у нас же два гномика сразу появилось. Даже три, четыре, пять. Ух ты, вы это видели? Ха-ха, это мое пресловутое везение называется. Так, ладно. Нужно делать бустеры. Нужно не расслабляться. Так. О, вот, динамит, класс. Наверное, я его в углу взорву, чтобы там все взять. И радужный шар. Супер. Так, наверное, тут варианта у меня нет. Я его использую на листик. А, хорошо. Так, еще одна бомбочка. Нужно этот угол разобрать, чтобы уже потом спокойно дальше. В остальных местах там все делать. Или там в углу никого нет, подождите. Я пока не знаю. А может там никого и нет. Так. Скоро проверю. Ага, вот бомба и динамит. Ничего себе, если их совместить. Ну, хорошо так рвануло, конечно. Но не совсем там, где мне нужно. Это плохо. Так, на персики, наверное, я его направлю. Яблоки. Не знаю, что это. Получается, вот, еще внизу я вижу вот здесь один гномик. О, все, взял все гномиков. Отлично. Ну, такая миссия. Немного сложновато, я одну жизнь потратил на ней. Как бы, ну, это все решаемо, скажем так. Пока буквально там проходятся миссии с первого, со второго раза. Это не сложно. Главное, чтобы нам тут весь газон не нужно было убрать. А только гномиков найти. Вау. Вау. В дворецком такого нет. Вау. А, ну что ж. Давайте починим забор. Что это будет значить? Ух ты, какой красивый. Такой не очень. Такой. Ну, не знаю, мне такой первый нравится. Пускай будет первый. А, да ломать забор было бы быстрее. А так, придется подождать. Никто не любит ждать. Давайте ускорим работу. А, понял. Все, то есть. А у нас будут некоторые миссии, которые для того, чтобы пойти дальше, будут требовать от нас, ну, как бы, какого-то времени, чтобы прошло. Сейчас это пять минут, и ускорить можно, а дальше будет там уже час, там уже день, я не знаю. Так, забор теперь наш как новенький. А почему, как он же есть новенький, да? Так, ладно. Забор мы починили. Ну, уже ладно, сейчас как-то установлю новые скамейки, надеюсь. Чтобы закончить этот день. Опять найти гномов нужно. Итак, находи пятнадцать гномиков. Для начала нам нужно здесь вот цепи эти разбить, чтобы фишки вниз падали. Это нововведение, такого у нас еще не было. Так вот, я сразу все эти цепи поразбиваю. О, уже гномики пошли искаться, хорошо. Так, и нужно как можно больше бустеров делать, чтобы начали мультишары эти выпадать. Так, еще один гномик. Порядок. Ну, только пока здесь как-то нету бустеров, вообще. Я понимаю, что они чем дальше, чем их будет больше. О, вот бомбочка. Класс. Сейчас я здесь взорву и угол освобожу полностью. Сразу смотрите, как... Это как колонна какая-то четыре этих взяла и... Сразу выбилось. Четыре гномика. Так. Ну что там, скоро бустер будет радужный? Похоже, что нет. А почему так? Так. Так, у меня 13 ходов. Нужно еще пять гномиков. Ну, как-то оно все так идет... Я не скажу, что сильно, прям хорошо. Вот, наконец-то, бомбочка. Нужно ее опустить вниз. Она мне здесь реально поможет. Вот, смотрите, как... Отлично просто, да? И нужно хоть один радужный шар все-таки. Так, еще один гномик. Персики, персики. Вот, персик. Еще один гномик. Шесть ходов. Тут два... На этом пятачке два гномика. Как же не с ними быть? А, вот, все, один освободился. И бустеры вообще не делаются. Вы смотрите, вообще уровень без бустеров почти. А, вот, кстати, бустер, ракетка. Как раз она меня спасет. Вот. Два хода осталось. И все-таки я выполнил это задание. Сейчас, конечно, начали бустеры выпадать. И возможность их сделать появилась. Но мне они уже не нужны. Так. Ну что же. Ставим скамейку. А, ну это вообще как-то для сада не очень подходит. Это как-то по-простому. Белые под заборы. Типа, ну пускай будет белые. Не знаю почему. Именно сейчас мне захотелось белые. И что у нас? Подарок. Лопатка. Вот она. Мультишар и 500 монет. Хорошо. Лопатку я одну использовал. Как раз ее восстановил. И задача начать новый день. Давайте я сразу его начну. Чтоб уже для ровного счета. 20. Какой там 19 уровень пройти, да? Ух ты. 150 и 150. За... 24 хода. Я не ослышался. Ну, у меня обман зрения. Или понимания. Чего-то в общем у меня обман. Ладно. Ага. Тут просто бустера, наверное, много будет. Так. Бумс икс 3. А, я хотел сделать там бомбу. А туда взял мультишар этот. Упал. Ну ничего. Я на него не в обиде. У-у-у. Класс. И вот тут куча бомб. Смотрите. Динамит еще. Обалдеть. Прятки выстрелились. Пол карты мне разбили. Ну, конечно. Так можно собрать кучу бустеров. Кучу ягод. Смотрите. Без конца они насыпаются. Так. Что-то я потерялся. Ага. Нужны бомбы. Нужны бомбы. От бомб сразу радужные шары делаются. Так. 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 Не могу ничего сделать. Что ж ты поделаешь? Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Класс. Динамит там вот. О-о-о. Х5. Вы это видели? Х5. И большая бочка вот эта появилась. Она, наверное, вообще крутая. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сколько бустеров. Ух ты. Всю карту вообще разнес. И сразу один, два. Мульти этих шара. Так. Ну, в принципе, я всегда уже понимаю, что мне хватит ходу. Я сразу не ожидал, если честно. Так вот. Так вот. Класс. Нет, такое мне нравится. И все. Миссия выполнена. Я не ожидал, что это будет так просто. Я думал, что все. Хана мне на ней. Застрянула очень долго. Но оказалось, нет. Так. Вау. А, и вот, видите, я разблокировал очередной бустер. Динамит. Х3. А, начните игру с радужной молнией и динамитом. Ну, конечно, да, это облегчит задачу. Но нужно тоже их аккуратно использовать, только когда они очень нужны. Так, ну что ж, надо быстренько заканчивать этот день, потому что затянулся. Итак, наш обзор. Да, это же Эйнар Дэвидсон и его передвижной аттракцион Колесо Фортуны. Похоже, он снова вернулся в город. Раз в день вы можете выиграть у него что-нибудь полезное. Не хотите испытать удачу? Нажмите на колесо. Класс, как раз. Буду заходить почаще испытывать. Вот то, что я говорил. А, мне нужно стоп говорить. Ну, почему не джекпот? Ну, не нужны мне жизни. Не нужны жизни. Да, хотелось сразу джекпот. Ну, ничего. Что дали, то дали. Так, вот он новый день. Ага, получается... Можно видео, наверное, смотреть. Тоже получать монетки, как в дворецком. То есть, потихоньку проходя игру, то есть, все остальное открывается. Пойду-ка я спать. Опять спустя три часа. Сова там что-то нам чудит. Кто здесь? Предупреждаю, у меня с собой фонарь. И палка. И злая собака. Гав-гав. Неужели показалось? Все равно надо будет подумать над дополнительной охраной. Не могу же я каждый шорох проверять. Ладно, пойду досыпать. Нервная у меня работа. А вот и новый день. Доброе утро. Всегда ночной день со свежей газеты. Люблю быть в курсе новостей. Так, выступление мэра, соревнования в гольф-клубе, открытие нового парка. Смотрите, очаровательный щенок ищет себе дом. Грустный, потому что одинокий. Ищу любящего хозяина, с которым можно играть в саду. Я энергичный и весьма сообразительный пес. Непохотлив в еде. Люблю петь про луну, жду и очень скучаю. Приютите меня, мяу-гав. Прикольно. Я вчера еле уснул после шума в саду. С собакой было бы намного спокойнее. Нужно срочно звонить в мяу-гав. И еще мы наконец-то сможем построить домик на дереве. Так, ну все. Это будет у нас уже в следующем обзоре. Как вы понимаете. Поэтому буду с вами сегодня прощаться. А если вам понравился этот обзор, то поддерживайте его своими лайками. Пишите комментарии. Не забывайте делиться с другими детками. И подписывайтесь, для того, чтобы не пропускать наши новинки. На сегодня все. Пока-пока. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Дальше будет только интересней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok